Праздничные дни Глава администрации Николай Лядин подчеркнул, что на руководителях профильных структур лежит персональная ответственность. Проблемы донорства обсудили за круглым столом под председательством заместителя главы администрации. По социальным вопросам Ирины Пыржовой. Задавая тон обсуждению, глава администрации Николай Лядин отметил, что запас плазмы крови около 10 тонн, который хранится на станции переливания крови в Сызрани, это стратегический запас всей Самарской области. Снижать его ни в коем случае нельзя, и когда в начале этого года запас крови подошел к критической точке, администрации была организована сдача донорской крови среди своих сотрудников и работников других ведомств и предприятий. Но, как отмечают специалисты станции переливания крови, такие акции должны носить неразовый характер. И это прежде всего на пользу здоровья самих доноров. А пока, как отмечают уже почетные доноры, сдавать кровь они начали из-за того, что это понадобилось для кого-то из близких людей. А до этого информации о важности донорства до них не доходило. Для стимулирования доноров здесь же прозвучало предложение рассмотреть возможность предоставить донорам льготы при оплате коммунальных счетов, льготные лекарства, внеочередной прием в больницах. Объемы номерного фонда гостиниц Самарской области уже сейчас позволяют принимать гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое заявление сделал Михаил Мальцев, руководитель областного департамента туризма. Свою лепту в подготовку гостиничного фонда внес и наш город. В Сызране в районе железнодорожной станции Сызрань-город состоялось торжественное открытие мини-отеля «Априори». Одним из инвесторов выступила самарская группа компаний «Медсити». Почему мы открываем гостиничный бизнес в городе Сызрань? Я думаю, что это, наверное, веление времени. Это расширение горизонтов нашего бизнеса. И это надежда на лучшее, на то, что все вокруг нас будет красиво, качественно и удобно. Отель, в котором 9 номеров категории «Комфорт», «Стандарт» и «Люкс», уже прошел проверку аттестационной комиссии и претендует на 3 звезды.